Всем привет! Меньше месяца остается до окончания особых условий по программе КОЭ для украинцев. И если вы приезжаете до 31 марта, вы получаете разрешение на работу. Если после, вы приезжаете как турист. И это глобальная разница, как вы понимаете. И для меня большая загадка, почему все-все-все эти сотни тысяч людей, которые получили разрешение приехать, как прошли там все регистрации, чтобы иметь такую опцию, ей не воспользовались. Как можно вот быть с этой визой, с этим разрешением и не приехать, и не получить разрешение на работу. Для меня это загадка. И я не буду говорить сейчас, что Канада это самая лучшая страна, и все должны здесь жить, хотя я, конечно, ее очень люблю. Здесь не обязательно сразу оставаться жить, в моем понимании, но иметь такую возможность, план Б, вот получить разрешение на работу, и можно, вы можете уехать потом туда, откуда вы приехали, но вы всегда потом можете вернуться, да, если есть разрешение на работу в течение трех лет, и вы там выполнили все условия по этой программе, их можно выполнить за неделю, за две, там пройти медкомиссию обязательно, да, чтобы потом разрешение на работу не аннулировалось. И иметь такую опцию в будущем вернуться, это же очень классная возможность. И я все-таки предлагаю подумать и, возможно, ею воспользоваться. То есть, конечно, если вы всегда мечтали попробовать жить в Канаде, вы можете сразу приехать и попробовать наладить здесь быт, да. Но если вы не готовы, да, сейчас вот прям там заканчивать все свои дела в стране, где вы сейчас находитесь, и переезжать в Канаду, то все равно получить разрешение на работу, я думаю, что это очень хорошая идея. И это просто беспрецедентные условия, которые вот сейчас действуют для украинцев, потому что всегда разрешение на работу здесь очень сложно было получить. И вот так вот легко только сейчас, вот до 31 марта. Поэтому вы можете воспользоваться, въехать в страну, опорнить все необходимые документы. И потом поехать и иметь куда там, откуда вы приехали, и иметь этот запасной план. Вот, ну, потому что никто не знает, что будет в будущем. Вот многие говорят, а, Канада уже не такая, как была 10 лет назад, ой-ой-ой. А какая сейчас страна такая же, как была 10 лет назад? Сейчас, по-моему, не осталось таких уже стран, изменения произошли везде, и они продолжают дальше происходить, и мы не знаем, что будет дальше. И тут уже сейчас, мне кажется, нужно размышлять не только такими категориями, нравится, не нравится, вопросом безопасности, да, потому что, да, когда вот в Украине началась война, и вопрос безопасности стал особенно актуален. Где мне будет безопасно? Где я могу построить свое будущее? Где можно что-то планировать? Как, в каком статусе я буду через 5 лет в этой стране, да, вот, где вы сейчас находитесь, да? Вы получаете ответы на эти вопросы или нет? Вы в этом уверены? И, например, если вы разочаруетесь когда-либо, там, через полгода, через год в том месте, где вы есть, или в планировании будущего, что там оно невозможно, что, возможно, там будет небезопасно, да, потому что, ну, не знаю, смотрите ли вы каких-то военных экспертов, аналитиков, что они прогнозируют. У всех они разные, я не буду утверждать что-то, что кто-то из них прав, но, в общем, мне кажется, в нынешнем мире нужно иметь несколько запасных вариантов на случай чего-либо. И вот сделать себе разрешение на работу и иметь такую опцию, возможность вернуться в любой момент в Канаду и жить как обычный гражданин, да, потом подаваться на пиар и так далее, вот не теряйте ее, серьезно. Потому что вам сейчас кажется, что это вам будет неактуально, возможно, когда-то будет актуально, и чтобы вы не кусали себе локти, пусть этот документ у вас лежит. Если вы решили все-таки приехать и вот до 31 марта попасть в Канаду, оформить все необходимые документы, вам нужно иметь план, где жить. Наверняка вы знаете, что многие крупные города предоставляют отели, да, там от 14 дней где-то приблизительно бесплатное проживание. И вы можете этим воспользоваться. Но как во всем, да, вот нужно иметь план Б, в какой город вы едете, вы должны понимать, что если в этот город едут огромное количество людей, то вполне вероятно, что мест в отеле не будет, и вам нужен запускной план. И я вот призываю вас, что этот план нужно разработать заранее, чтобы потом не было стресса. Если вам не принципиально, какой город ехать, да, вам просто на какое-то время вот просто оформить документы, то я рекомендую обратиться к статистике, да, то есть вы можете понять, в каком городе будет проще вам попасть, например, в этот отель, да, или сделать себе какой-то старт при помощи, поддержке принимающих организаций. На январь 2024 года за два года прибыло больше 220 тысяч украинцев, да, и как они по процентам в каких провинциях поселились, да, в Антарии больше 40%, в Альберте 21%, в Манитобе, Британской, Колумбии, Квебеку где-то приблизительно по 10%, Соскочеван 2%, Ньюфаунтед Лабрадор 1% и 35%, то есть около 3 тысяч людей. То есть вы приблизительно понимаете нагрузку на аэропорты и на крупные города и на желающих разместиться в этих отелях, да. И если в марте по прогнозам прибудет 90 тысяч еще украинцев, то есть вы должны понимать приблизительно, где они будут останавливаться, основная своя масса. Вот не зря же в Торонто, там уже, я вот читаю там некоторые комментарии, отзывы, что ночует в аэропорту, чтобы получить бесплатное место. Я не понимаю, зачем себе так усложнять жизнь, тем более, если у вас нет цели, да, жить там, что-то развиваться, искать работу в Торонто, а, например, вот вы приехали получить work permit, да, и какое-то время там просто побыть в Канаде, осмотреться, да, а может быть и остаться потом. То если идти по пути наименьшего сопротивления, то можно рассмотреть, например, тот же Ньюфаунтед Лабрадор, да. Смотрите, по статистике в него приехало там 1% от всех прибывших украинцев за 2 года, да, то есть 3 тысячи человек. Если 90 тысяч прибудет в марте, 1% из этих 90 тысяч, ну это вообще какая-то небольшая часть, и отель предоставляют в городе Сен-Джон, столице, да, Ньюфаунтед Лабрадор, на 45 дней, ну то есть и, скорее всего, там это как-то будет более спокойно. Это я так думаю, я не уверена. Но я оставлю вам ссылочку на контакты организации, которые занимают помещением в отель, и также я посмотрела на сайте, там вроде есть какие-то вакансии, которые местные предприятия предлагают украинцам. То есть такая поддержка достаточно хорошая, мне кажется, 45 дней, это не 2 недели, и без толпы желающих. И город, Атлантический океан, очень, мне кажется, неплохое предложение. Поэтому, если вы не хотите усложнять себе жизнь, ночевать в аэропорту, вы можете и хотите получить разрешение на работу, и у вас нет каких-то там сбережений, чтобы на R&B, R&B арендовать себе что-то, то вот, пожалуйста, можете рассмотреть также этот вариант. Я вот ссылка, которая у меня есть, на организацию New Founded Labrador оставлю. Посмотрите, иметь возможность на будущее вернуться в Канаду, здесь обустраивать свою жизнь, чтобы дети учились в школе, учили или английский, или французский язык, жить в достаточно безопасной стране, но тут тоже нужно смотреть, какие города. Да, оценить ситуацию как-то в глобальном, в мировом масштабе, где все-таки в этом меняющемся мире все-таки будет хорошо мне жить, конкретно по поводу своей ситуации, вы можете это как-то проанализировать для себя. Напоминаю, что Канада – это страна иммигрантов, и здесь очень лояльно относятся абсолютно ко всем иммигрантам, и есть возможность потом получить пиар и гражданство, и это не займет 20 лет, да, и это также вот то, что привлекает людей. И если вы получите разрешение на работу, вы положите первый кирпичик в этом пути, который потом, возможно, вы захотите пройти. Поэтому я вот призываю прямо-таки приехать до 31 марта в Канаду, получить разрешение на работу, а там уже или сейчас, или потом будете уже решать, хотите ли вы этого, здесь строить свою жизнь или нет. Но запасной вариант всегда нужно иметь. Я это уже повторила, наверное, раз 20, но мне это кажется очень важно, потому что, ну вот не воспользоваться этим, ну я не представляю даже. Если у вас есть виза Куэт, и вы не планируете в Канаду, напишите, почему, интересно. Ну и подписывайтесь, ставьте лайки, я рассказываю о каких-то нюансах жизни в Канаде, своей жизни, и как мне здесь. Я рада буду новым подписчиком.